Иван Уваров приехал в Барнаул из Олейска. Еще летом у парня заболел зуб. В районной поликлинике оказали первую помощь и направили в краевую столицу. Летом обращался в поликлинику и мне поставили пломбу, надо было приехать еще, но времени не было. И потом повременил, начались проблемы. Потом приехал снова, некоторые зубы вылечили и потом отправили сюда. К слову, лечение в этой поликлинике теперь проходит в более комфортных условиях. Капитальный ремонт здесь начали в августе прошлого года. К лету нынешнего планируют закончить полностью. Уже заменили канализацию, отопление и водопровод. Сделали аварийный выход. У нас вообще ремонт затеян для чего? Для того, чтобы мы организовали отделение малооперационное, чтобы лечить ребятишек края под наркозом. На сегодняшний день в крае это единственное место, где будут оказывать такую помощь детям до трех лет бесплатно. Врачи говорят, что на зубки малыши жалуются уже с двухлетнего возраста. Основная причина кариеса – фастфуда и сладкое. Неудивительно, что каждый день в поликлинике очереди. В день здесь принимают до 120 пациентов. Чтобы удержать ребенка в кресле с открытым ртом, врачам приходится идти на разные хитрости. Но теперь, уверяют, процесс лечения станет проще для всех. Здесь смонтировано новое современное оборудование с экраном, где наши маленькие пациенты могут смотреть во время приема мультики. Они будут отвлекаться. Комфортное пребывание для детей создано на самом высоком уровне. Эти молодые специалисты в поликлинике работают всего год. Но за это время, говорят, каких только пациентов не было. Порой приходилось отменять приемы, поскольку перебороть детский страх не получалось. Врачи надеются, что поход к стоматологу для детей отныне перестанет быть страшным испытанием. Выбираю старый пастилен. У меня большой-большой молодец. У нас игрушки, разговоры. То есть, в принципе, с детками даже может быть проще, чем со взрослыми. Ты заряжаешься от них. Филиал Краевой детской стоматологической поликлиники намерены открыть и в Новоалтайске на базе местной горбольницы. И там планируют принимать не менее сотни пациентов в день. Анара Шагирова, Андрей Печоркин. День с толком.